Джойстик антистресс Стиви просит Рыжулю поиграть с ним в футбол. Неужели она не хочет сыграть на приставке? Ну уж нет. Рыжуля помнит, что случилось со Стиви в прошлый раз. Стиви играл в шутер, и внезапно у него залипла клавиша бега вперед. Вот это не вовремя. Клей ПВА смешиваем с акриловой краской. Добавляем тетраборат натрия. Замешиваем лизун. И добавляем четверть чайной ложки раствора соды. Из клавиатуры вынимаем некоторые клавиши. Кладем внутрь лизун. И вставляем клавиши на место. Заевшая клавиша моментально превратила Стива в грозного Халка. Клавиатура не выжила, зато вскрытие показало причину поломки. Рыжуля подложила под кнопки розовый лизун. Какой коварный пранк. Кто старая помянет, тому минус одна жизнь. Стив обещает, что будет держать себя в руках. Он подготовился к стрессу. Ну, посмотрим. Стив хочет закастомить свою обычную консоль. Наденем на нее чехол. Из картона вырезаем прямоугольник по размеру консоли. Вырезаем полоски для боковых стенок по высоте консоли. С запасом с двух сторон. На одной из стенок вырезаем отверстие для проводов. Продавливаем картон и сгибаем по линиям. Склеиваем коробку. И крепим логотип PlayStation. Консоль в чехле выглядит очень стильно. После апгрейда игровой приставки можно приступать к игре. Джойстики в руки и погнали! Ребята играют в футбол. Командор и Жули наступают. Защита Стива не справляется с атакой. Удачный пас и гол! Стив проигрывает. Но он помнит про обед в спокойствии. И достает свой джойстик антистресс. Из подушки с памятью вырезаем деталь по форме ручки джойстика. Вырезаем трапецию для центральной детали. И закругленные уголки. Складываем форму джойстика. Из трейчевой ткани поликалу вырезаем выкройку чехла для джойстика. Добавляем припуски на швы. Сшиваем чехол с изнаночной стороны. Выворачиваем на лицо. Помещаем мягкие детали внутрь. И зашиваем чехол до конца. Сверху приклеиваем кнопки джойстика из фетра. Обозначение делаем из цветного фоамирана. Круглый кусочек пены с памятью оборачиваем тканью. И приклеиваем на место большие кнопки. Делаем такую же вторую кнопку. И клеим сверху кружки из фетра. Мягкий джойстик Стива выдерживает все нервные припадки хозяина. Стив в ярости и гневе сжимает джойстик. Но антистресс работает отлично. Джойстик успокаивает руки геймера. Минутка агрессии и Стив снова спокоен. Лучше с ним не спорить. Продолжаем играть. Рыжуля играет в слэшер. И в который раз погибает. Это несправедливо. Снова проигрыш. Вся боль рыжули переходит в крик. А крик становится ультразвуком. Здесь срочно нужен крикопоглощатель. На листе вспененного полиэтилена отмечаем размер сторон бумажного пакета. Разрезаем. Склеиваем детали по форме пакета. Помещаем конструкцию в бумажный пакет. На прямоугольнике вспененного материала рисуем овал. Вырезаем. И заклеиваем сверху. На бумажный пакет приклеиваем распечатанную надпись «Кричать сюда». Украшаем декорами с фоамирана. И приклеиваем ручки из бечевки. Бедный Стиви. Он протягивает рыжуле спасительный пакет для ультразвука. Вот, кричать нужно сюда. Пожалей барабанные перепонки соседей. Рыжуля вдоволь накричалась. И нашуршалась пакетом. Отличный антистресс. Теперь можно продолжать игру. Но лучше держать пакет для крика поблизости. Он еще пригодится. Раунд в самом разгаре. У рыжули стресс, она проголодалась. Но не хочет покидать поле боя. Снэки отвлекают игрока номер один. А Стиви пользуется чувством голода подруги. И выигрывает раунд. Не расстраивайся, Рыжуля. У Стива есть лайфхак для прожорливых геймеров. Это суперхолдер для закусок. Вырезаем круг из картона. Делим его на сектора. Продавливаем линии ножом. И сгибаем конструкцию по линиям. Из фетра вырезаем такой же круг с запасом в один сантиметр. И повторяем размер круга на фольге. Склеиваем картонный круг и слой фольги. Вырезаем из фольги две трапеции. И приклеиваем их в качестве перегородок внутри круга. Используем двусторонний скотч. Складываем. Снаружи обклеиваем конструкцию фетром. Надрезаем углы. И заворачиваем края внутрь. Крепим эмблему Супермена, вырезанную из фетра и картона. К двум полосками с фетра с одной стороны приклеиваем липучку. Крепим лямки к холдеру. Складываем фисташки в одно отделение, а скорлупки в другое. Стив надевает свой супер холдер. В нем он непобедим. Юный изобретатель ест фисташки, не отвлекаясь от игры. Голод не застанет Стива врасплох. Стиви сосредоточенно играет уже несколько часов. Его глаза устали, еще чуть-чуть и они выпадут прямо на джойстик. Но Стив не хочет сдаваться. Чтобы друг не ослеп, Рыжуля надевает на него забавный массажер для глаз. На маске для сна обводим два округа в районе глаз. Вырезаем. Нагретым ножом прокалываем сквозное отверстие в мячике для настольного тенниса. Тонируем мячик белой акриловой краской. Красным акрилом рисуем глазные капилляры. В центре рисуем зрачок. Делаем блик. Покрываем глаз прозрачным лаком для ногтей. Отрезаем кусок проволоки на высоту маски. Вставляем ее в мячик. Вклеиваем проволоку между слоями ткани в вырезанное отверстие. Безумный взгляд Стива стал еще безумнее. Поначалу друг сопротивляется, но Рыжуля делает легкий массаж век и усыпляет неутомимого геймера. А пока Стив отдыхает, Рыжуля выиграет игру и побьет все рекорды. От долгих часов виртуальных гонок ноги Рыжули совсем затекли. Она никак не может устроиться поудобнее. Это отвлекает Стива. Ну какие опять проблемы? Если затекли ноги, используй специальный массажер ног для геймера. На отрезке аквапалки делаем прорези. Вставляем внутрь декор в виде шипов, фиксируем термоклеем. В двух небольших коробках прорезаем отверстие. Покрываем коробки акрилом. Вклеиваем в отверстие пластмассовую трубку. Надеваем на нее аквапалку. И тиксируем второй коробкой. Рыжуля не понимает, что это за предмет. Новая модель джойстика? Да нет же, глупышка. Это массажер для отекших ножек. Сделай небольшую гимнастику. И твои результаты в игре сразу станут лучше. Массажер – прекрасная идея для здоровья геймера. Рыжуля играет в гонки на телефоне. Еще чуть-чуть, и она у финиша. Упс, на крутом вираже телефон занесло, и он упал. Какой кошмар. Экран разбит. Рыжуля в бешенстве. Чтобы не разбить руку в комплект к телефону, Рыжуле нужна мягкая подставка для битья. Вырезаем три круга из губок разных цветов. Из фоамирана контрастных цветов вырезаем буквы. Они обозначают силу удара. Легкую, среднюю и тяжелую. Приклеиваем буквы термоклеем. Крепим на губки липучки. На декоративный картон приклеиваем губку с отметкой «легкий». Сверху на липучке крепим остальные губки по мере утяжеления удара. Рыжуля вымещает свой гнев на мягкой губке. Эта подставка все стерпит. Накопилось много ярости? Тогда ставим подставку в зависимости от уровня злости. Бей сильнее, Рыжуля. Рука и нервы Рыжули остались невредимыми. Жаль, что телефон так и остался разбитым. Понравились наши лайфхаки для геймеров? Тогда пиши в комментариях, какие твои любимые компьютерные игры и какие лайфхаки к ним ты будешь использовать. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые крутые лайфхаки на канале Трум Трум. Субтитры сделал DimaTorzok